Так, так, опять ваш только портрет. Видно, нет? О, все, вижу, 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 вижу. Повыше маленько, вот так, повыше голову сделай. Вот, саму кверху, а то уползаешь. Еще, посмотри на свое рисунок, еще выше. И не уходи, опять уходишь. Вот, сделай так, чтобы голова касалась экрана вверху. Повыше еще. Ну, я не знаю. Нормально, нормально. Аппарат подверните. В порядке. Все в порядке, нормально. Ну, вчера нормально, одни глаза только, только лоб видать, остальное не видать. Повыше еще. Чуть-чуть. Нет, не так. Которые вы... Во-во-во-во, на этом посмотрите, закрепите. Так, все, разговор начался. Так мы уже кончили, я вам все рассказала. Я с вами теперь говорю, теперь. Ну, вы, если они согласятся, то другое. Это надо делать к весне. Мы заранее один раз обсудим. Ты мне все рассказали, я помню. Сезон фермерский, семена и все остальное. Все помню. Да, да. Чтобы не так, когда, как и среди лета. Чтобы все начало расти. Огород, посажите, главное для вас будет гражданство получить. Гражданство. Игнатий Тихонович. Вот именно. Вот именно. Огород это вторично. Да. А надо сначала им понять, чтобы они сами поняли свой статус государственный. Поймите. Кто они, где они, куда они едут. Но прежде всего, куда они отвалили большую сумму денег на какую-то землю. Какой там Вася у них оформлен. Вот это абсурд. Вот это бы надо разгрести немножко. Это важнее, чем весенний сезон фермерской работы. Вот это мне хочется понять. И может быть им немножечко, так сказать, их изменить вектор. Чтобы они смогли отказаться от той земли, от той покупки. А вот именно сюда. Снизу поползли. Поднимите, как были. Вот так. Во. Все. Нормально смотрели. Ну, ну, не наклоняй голову. Подбородок повыше. Вот так. Все. Так. А когда они... Я все спрашиваю, потому что там может возникнуть и не будет связи с деревней. Как они думают переезжать? Если еще, то все благополучно будет. Детей-то как? Детей тоже как-то надо? Ничего. Об этом не говорили. Вы слишком много хотите. Это был первый звонок. С неизвестными людьми. И вам надо вообще все, все, все. Мы должны забросить им тему, чтобы они знали, над чем попутно работать. Тема заброшена. Эта женщина, жена, очень заинтересовалась. И главное, вот вы сказали про подкаблучница, она, ей главное все, очень много она информации получила, поймите, очень много позитивной про шанс новой жизни в активной христианской деревне, а не в пустыне где-то там, неизвестно где. И она должна это все ему сказать, не знаю, когда она его увидит, она все это ему скажет. Может быть, он завтра приедет, возьмите терпение свое, у вас нет терпения. Как только он появится, как только она ему все скажет, и он будет согласен, не подкаблучник, а хозяин семьи, он не звонит на скайп. Нет, значит, они, так сказать, проскочили, не сработало. Это именно ваше время молитвы, чтобы этот человек заинтересовался, задумался. Вот, спасибо, Надежда. И они, значит, вышли сами на контакт. Понятно. Сейчас я вышла на контакт, а их задача проснуться, подумать, все. Если она мне сейчас пошлет свою почту электронную, или там WhatsApp, я ей тут же переброшу максимум фотографий. Потянул видео. Выше голову поднимите, выше, вот так, как были, не опускайте. Что у вас там это? Так, теперь... Я телефон держу в руке, телефон. Ну, держи так, чтобы она голова-то была там. Зачем она под экран уходит-то у вас? Вот так. Хорошо, хорошо. Это не изъявление, я сказал, а вот надо сразу перед собой иметь все. Вы это, может, в моих словах уже слышали. Во время войны было сделано такое исследование, американцами при том. Во время готовится, когда наступление, убили полковника. Почему сразу же инициативу перехватил не подполковник, не майор, который здесь, не старший лейтенант, а лейтенант только из училища вышел. И повел в атаку. И когда закончится, и это не раз было на фронте, и главное, все теперь делает, когда убьют старшего, берет тот, который не за ним почину, а через 4-5 ступеней. И американцы вывели 6 пунктов лидера. Я это как раз хочу вам сказать не то, что нетерпение, а я вижу, что надо обратить. Первое качество, вы черкните для себя где-то воображение. Первое. Ручки нет в руках. Что? Вот человек должен вообразить. Вот он едет сюда, языка не знает. Я поселяюсь где-то отдельно. Там любой может обидеть. Приедут сразу 5 пьяных мужиков, просто пьяных. И тебя никого нету. А к нам вот приехали здесь, а мы все как только звонок, вся деревня собрались. И мужики были таковские. Вот. Вообразить, что будет дальше, что с детьми дальше, где тебя похоронят. Какое будет едут. Первое время они приезжают. Первое время они приезжают, я беру на себя бесплатное кормление. Ездят остановиться. Совершенно свободное помещение, которое были в лагере. Так. Это воображение. Второе, знание, качество у лидера должно быть. То есть он должен знать, как он будет теперь, откуда называть материалы, как оформлять гражданство, кто будет с ним там как переводчик. У нас и это возможно сделать. Почему? Вы. Вы будете этим заниматься. Значит, первое воображение, второе знание. Как это делать? Он должен быть специалист. А как печку сделать? Как, чтобы не замерзнуть теперь? Как одеваться? Все должен знать. Третье качество, умение. Как это воплотить в жизнь? Четвертое. Это важно, потому что тот штат Миссури, где они живут, там вообще это как Африка. Комфортная жизнь в такой теплом климате. Так. Четвертое качество, решимость. Решимость, о которой говорил Истер Афим Саровский. Его говорили, почему ты смог, а мы не можем? Он говорит, не хватает решимости. Оторви однажды, завтра трудно, дальше легче, и ты уже в этот статус войдешь. Решимость. Ты решился теперь спасать детей, жить по-христиански, сохранить свою жизнь? Там не разрешительно, вы на это настаиваете, решительно найдите этого своего посредника, передайте ему, пусть ему какая-то выгода будет, перепродай, поскорее верни деньги. Когда он у нас побудет, посмотрит, тут надо ему заявление писать в деревне, это не просто так, его проверять наши еще будут. Я рассказала, я сказала, что это устраивает тест, тест, экзамен, перед тем, как получить изучение. Ей это очень понравилось, очень понравилось. Слава Богу, слава Богу. Решимость. Четвертое, пятое качество, беспощадность. О, это жестоко. А что такое, когда человек обманывает, беспощадно расстаться с ним. Когда Марк ушел от Павла, Павел ни под каким видом его не взял больше. И он поехал с Варнавой, а он силу избрал себе. То есть, тем люди, которые не держат свое слово. А у русских это, потому что здесь царствует патриархия. А патриархия, это на первом месте стоит, не держать свое слово. А это все пропитано этой ложью. Ложь, тройная ложь. Вот он говорит, вера какая-то, а тут скажет, ты увидишь, как надо веровать будет. И последнее качество, самое трудное, самое трудное, привлекательность. Его нету. Вот, допустим, лидер, который, это я говорю о лидере, а лидер это в семье, в государстве, в полку, в деревне. Это привлекательность. Его нету. Он уехал куда-то, но он в центре всех событий там и остается. И вот это качество, есть человек решительный такой, у нас есть такие, этого качества никак нету. Там ты можешь учиться, делать, у тебя будет подвигаться, а это нельзя никак, это природное. Ты должен родиться свыше, ты должен все это от себя, видеть дело Божье. Вот как. Шестое качество, это американцы дошли. Я это проверял много лет, десятки лет, и убедился, это только истина. Они дошли до этого. И скажи, если будет разговор дальше, чтобы она по-английски поняла, понимаете, вот со следующей, что это американцы так дошли. Вы это качество имеете? Вы постарайтесь молиться об этом, чтобы Бог дал, чтобы вам в просаг не попадать, чтобы куда сейчас поедете, тут можете не думать, вас тут не обманут. Там как есть. Для нас обман, это смертный грех. У нас нигде нет обмана. Мы стараемся в 10 раз больше отдать, только чтобы не было даже разговора об этом. Ни одной копейки, ни одного грамма вам никто нигде не будет давать. Здесь это сразу берется, у меня есть что там, у меня склад. Одеть, что об этом даже разговора нет. То есть сегодня надо ему об этом подумать. Не просто я инфантильно смотрю или нетерпение, нет, я знаю, это надо в самом начале заложить, при первом воображении. Он должен дойти до шестого пункта и сказать, гожусь или нет. Если нет, где брать ресурсы? Тут все подается сразу. У нас молитва. Мы все на молитве. Тем более у нас, вот у меня тут просмотров 28 миллионов на этом. на ютубе. Я ставлю сразу здесь, и многие люди это видят. За вас будут молиться ни один, ни два по всему миру. А это дело уже в Божьих руках. Я рассказала об особенности вашей деревни, что у вас полное погружение при крещении. Это тоже ее потрясло. Да. Но я очень рад, что так Господь сделал и сохранил наши отношения друг к другу. Я думал, что вы на меня могли обидеться, что когда вы могли приехать в сентябре, я сказал, все время ушло, уже нельзя. Почему? Одна слякать. У вас позапрошлом году, кажется, было. Я бы все равно приехала. У меня там были какие-то другие заторы в Москве. Я бы все равно приехала. Ну да. Я на вас не обижаюсь. Это что-то другое. Не допускает пока к вам. Так, если только он решится, будет, то без вас, я считаю, это наполовину утеряно будет. Это надо идти, тут подскажут, рядом тут с нами миграционная служба, сразу стали на учет. А потом тут можешь делать свое дело. Документы идут, вызывают в районе у нас, в район. Есть куда. Если у него будут средства, ему потребуется машина, заранее скажите. Фермер сбывает за 150 километров от города, наше поселение. Я сказала, что вы находите... 4 километра от железной дороги, 4 километра. Вы поймите, что мы здесь без машины никуда. Здесь машинный образ жизни, к сожалению. Да. Ну вот, чтобы так он глядел, как говорится. Тем более, дети у него есть темные, как, я не знаю, как неграми нельзя назвать, а кем назовешь их? Это скорее метисы. Как я поняла по лицам, это метисы. Или креолы даже, да? Да, может быть. Так скажите, когда они будут в советской школе, их замордуют в течение одного месяца? Какое тут отношение? А вот это я вас буду уже здесь ругать. Вы слишком здесь перебарщиваете. Надо вести дипломатическую беседу, очень деликатную. Это так можно запугать и оттолкнуть. В этом смысле американцы очень чувствительны и очень утомляются от обилия информации. Вообще, сегодня другое поколение, все поколение Америки инфантильные. Очень переутомляются. Все, я сказал, чтобы к этому не возвращались. И когда до дела дойдет, если там будут, скажите, это было сказано. Хотя, скажи, я и подумал, что зря. Я выкладываю все. Все. Один плюс. Один плюс, Игнатий. Что? Один плюс. Мне понравилось, что он же проповедник, этот Стив, он же выставил много своих видео, где он там сидит. Это не в церкви, конечно, к сожалению. Где-то там на огороде сидит с Евангелием. Но все равно. Значит, он умеет общаться с людьми. Он общительный человек и симпатичный вполне на вид. Это его плюс. Поэтому я бы наоборот ему сказала, что вы с вашим талантом проповедника вы бы как раз там в России, в Сибири и пригодились как миссионер. Надо еще не забывать им комплименты подбрасывать. Тем более, мы, скажи, проехали, этого никто не сделает. Представьте, от Владивостока до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию. Опять перегрузка. Вы вот, между прочим, я вам могу даже... Хотите покритиковать вас немножко? Покритикую по старой памяти. Давай. Я много чего отсматриваю от вас. И когда я посмотрела ваш ролик, что к вам приехала дочь Шукшина в гости... Да. Нет, она не приехала. Это мы туда приехали. Ну, вы туда. Короче, у вас с ней было общение. Да. И ей было очень интересно. Вот, Игнатий Тихонович, вы своей активностью, по-английски называется Hyper Person. Вы очень активны. И вот это как такой водопад информации. Это душит людей. И вот ее вы оттолкнули. Мне так показалось. У вас она тоже как-то приутомилась и угасла. Это на ролике видно. Иначе бы, если бы чуть-чуть себя сдерживать, она бы с вами пошла общаться, контактировать, была бы членом. Я уж не говорю членом общины, но она бы как-то на своем уровне, дочери Шукшина, как-то была в вашем кругу, чем-то помогала. Вот в этом смысле. А вы ее толкнули вот этим водопадом, эмоциональным, информационным. Нет, нет, нет. С элегантами это вообще они сразу у меня нет у меня есть здесь вообще нет друзей, к сожалению, потому что люди не умеют глубоко общаться. У нас все так по верхам, все так легко, неутомительно. Это вот нормы нашей жизни. Так, теперь я скажу об этом. Это его дочь, то другое. Вы не знаете просто никак. Я-то знаю с другой стороны, которые люди как смотрят. Когда протянута только рука, в которой ничего нет, чтобы дать. есть люди. А что, мы приехали туда у нас только один или полтора часа. Все, мы уезжаем и навсегда. Я не могу наполовину. Допустим, когда мы ехали, представьте, я посещаю 600 городов. 600. Ты с места на место переехать только то, сколько надо. А тут центральные такие, ну, районы большие где-то. Даже больше 600. И что, я вот приезжаю, никто меня не ждал, никто не звал, никто нас не слышал. И у меня задача в день посетить пять мест, пять городов. Пять. И я должен, вот так свалился на голову, а она библиотекарь, я должен ей сразу же, первое, самое главное, вызвать доверие. я кладу книги, эти книги она берет, она еще не знает, я должен кратко дать содержание. Это все я должен вложить полчаса примерно. Какое состояние? Благо, когда там директора, когда директора нет, остальные уже знают, уже с распростертыми объятиями, а директор вдруг явилась, она этого не видела. Не надо. Теперь моя задача в течение уже десяти минут директора подтянуть к этому и в этот ряд ее послать. Это не день, не два, а годами. Я понимаю. Вот поэтому информации, сколько я даю и как даю, у меня выхода никакого нет. В одном месте принимают вот так вот руки, а в другом, а знаете, у нас тут человек, который должен узнать, а кто такой, отсылают в другую комнату, а там они уже с патриархией связались, поп поставил какую-то женщину, а я с ней книги разложил, она, а батюшка уехал, он через два дня будет, вы пока подождите его, через два дня, подождите. Она не понимает, что говорит, я тогда шел к директору библиотеки, говорю, вы к кому послали? Да это от церкви. Да к чему меня сунули? Я думал, ваш, я больше забрал его. Она никто, она ничего не понимает. А вот отец Роман приедет, он с вами поговорит, да мои книги, только картинки посмотреть ему неделю надо. Это 38 томов. И в каждой книге 64 страницы фотографий. Ну и все. И каждому я должен приноровиться. Как? Другое дело, я поехал в шесть мусульманских республик. Директор, мужчина. Вот представьте себе, мы разговариваем, он как мужчина, это другой совсем разговор. А я говорю, а мы поднимались по лестнице и видели стрелка комната намаза молиться. Она закрыта у вас. Открыть. Мы сразу пошли, когда закончили, передали по руке, разулись, зашли, сразу начали съемку и стали молиться. И в конце, как мусульмане, поклонились и просили мира. То есть у нас не просто опыт, а он единственный такой опыт. Ни у кого нет. Мы просто приехали, уехали, мы едем с великими дарами. Полный комплект 750 евро. Умножьте теперь на 600. А потом умножьте на 70 рублей. Мы за это время подарили только на 35 миллионов рублей. И такой поездки нельзя совершить. Во-первых, ни у кого такого богатства нет. И надо, чтобы команда была два человека. Миссия только два. 12 опытов. Да я помню. Да. Вот это опыт приходит. Я должен сказать сразу, вызвать доверие. А люди говорят, а он говорит о себе. А о ком я должен говорить? Я автор. А не даже поверить мне, поверить тому, что написано, и все это выложить полчаса. Попробуйте сделать это где-то. И увидите, что у меня отшлифовано до единого слова. А если не принимает? Я никуда не ухожу. Я начинаю молиться. И в это время они меня задерживают. Я говорю, а почему там? Да директор вот этот. Она, оказывается, успела обзвонить в городе все библиотеки. И полный зал я уже теперь выступаю. То есть я должен буквально по глазам работницы понять, а что они затеяли сейчас. А в другом месте, пока мы не говорили, а уже меня тут военные под руки берут. Уголовный розыск. А уходим, они со мной фотографируются. Это не просто опыт, а его нельзя создать. Это Господь на руках нас вез благодатью своею. Игнатий Михайлович, выкладывай все человеку, чтобы он не ошибся. У него должно быть или доверие, или проверка, которая вызовет доверие. Я этой женщине два раза повторила, что нет во всей огромной России нету ничего более уникального, как эта деревня Потеряевка. Который лидер Игнатий Лапкин. Я назвала это ваше имя. Вот и все, это правда. Так, если бы с ними кто-то был там, они живут, а русские есть люди, и чтобы они на меня по скайпу потом вышли, когда я сидел, а пойдет как надо. Посмотреть, хотя бы мне... Они могли бы это с кем-то перекинуть со словами. Они же не рядом с вами. Как бы он приехал к вам, а в это время вы на меня вышли. Вот это было бы здорово. А я об этом и говорю. Вы помолитесь, это от вашей молитвы, чтобы он из... Я уже молюсь. Вот. Из Нью-Йорка это в 40 минут на самолете или 6 часов на машине сюда заехать. Поэтому, чтобы у него был интерес выйти на контакт и вот так бы мы с ним, как вы сейчас сидите с Надеждой рядом, так бы мы с ним сидели у скайпа рядом и с вами разговаривали. А вот товарищ его, который здесь уже есть, там, этот, ну, он не православный-то. Вы видели там? Который? Ну, какой-то там американец приехал тут. Он с Красноярского края сейчас туда переехал. Где-то недалеко, где он там себя... Вокер. А, Вокер, да. Джастин Вокер. Да, смешной такой, да? Всегда смеется. Как я понял, он с ним связывался, через него тоже узнавал, болтает. Я этого не знаю. Я этого не знаю, но у него... Я изучала историю этого человека. У него другая история. Когда вот эти 90-е, когда вот именно мы уехали, то к вам шквал американцев, лидеров, учителей, учить вас правильной жизни. И в том числе его отец, он был мальчиком. Его отец приехал вот чем-то активно заниматься на территории России, не знаю где. И он прихватил с собой этого мальчика, который не успел... Повыше, повыше, совсем уползаешь. Вот так, вот так. Хорошо. Который мальчик с отцом здесь жил. Я не знаю, вся ли семья здесь жила, не знаю. И мальчик выучил поэтому русский язык. Но потом, отец там как бы свою командировку отработал, вернулся. И мальчик вернулся. Но потом почему-то вот что там, какой у него зов был, души, он в Россию приехал. Также это хитрый ход. Во-первых, значит, пока у вас была вся эта перестройка, весь бардак, условно говоря, отец получил право второго гражданства, что этот самый Walker имеет два гражданства. Спокойно. Поэтому он часто ездит к отцу домой, возвращается сюда, в Россию, где-то в Сибири. Жена у него ни слова не говорит по-русски, по-английски только. Вот. Дети, сколько-то у них детей. Не знаю. По-моему, тоже все, только английский. Вот и все. Это такая специфика этой семьи. Не специфика этой семьи. Они туда-сюда полуамериканцы, полурусские, или даже на 30% русские. Ему нравятся русские души, открытые души, просторы русские. У нас здесь все мало, все жадно, все тесно, все куплено, давно перекуплено. А у вас именно в Сибири огромные необъятные просторы. И там он процветает. И кто же, кстати, проповедует, как этот протестантский пресвитер. Он там какую-то свою церковь создал, протестантскую. Вот. И проповедует, и собирает деньги, кстати. Если открыть его сайт, то у него там показаны, указаны эти все Сбербанки, кошельки, пожалуйста, кладите ему туда деньги. Вот этот самый Уокер. Веселый, смешной. Ну, он, Василий, смешной. Это где-то у 50-ти он подхватил этот смех, который они называют «евангельский смех». Нет. Нет, это, я бы сказала, это типичный американский представитель. Американцы все... Но почему это не похоже-то? Степан-то этот не так похоже? Стив-то? Я не знаю. Я вам сказала, что я знала о Стиве, об этом... А вот этот Уокер, я хотела с ним... Уокер, я хотела быть на контакт. Хотела быть... Администратор наш вчера связался с этим. И он, может, тоже приедет, заинтересовала его, ну, встретиться. Я сразу скинул с воскресенья, видите, как Господь изменил. Сегодня такая среда. А я об этом-то услышал, ну, о Стиве-то только воскресенье. Ну что, на помощь просим вас помолиться, и чтобы, если только Господь решит как-то что-то, вы заранее себе подготавливали все, чтобы можно было выехать с ними. Это от них зависит, если у них будет желание. И они давить не будут. Ну, все, на этом, кажется, сказали, а теперь, как они будут? Мы будем молиться, Господь будет что-то показывать им. Тем более, материалы огромные такие скинули, им одних фотографий хватит смотреть не на один день. Да, да, материал хороший, им достаточно, чтобы все передумать и изменить направление. Если это от Бога, препятствий никаких не будет. Господь просто подвинет рукой, и гора сдвинулась. Хорошо. С Богом. Хорошо. Но мне кажется, это все не просто так. Говорю, так все совпадает со западным Рождеством и вот русское Рождество. Такое особое время, особое время, когда вдруг появилась такая информация, такие люди. Это не просто так. Это испытание еще наше. Да, конечно. Нас Господь тоже испытывает по-своему. Хорошо. Будут новые новости, буду так вас держать в курсе. Все. Мне желательно, чаще вы выходили, потому что новость, я ее сразу беру на абордаж и начинаю обморить и молиться все. Опять. Ну, я разговаривал с женщиной две минуты, переговорил и тут же вас вызвало. Без паузы. И вам этого недостаточно. А вы, знаете, когда позвонили, а я хотел дать ответ, что подождать надо, когда остальные проснутся. А они уже стоят, уже 4,40 по-нашему. А причем я вам не звонила, я вам деликатно напечатала, Игнатий Тихонович. Напечатали, напечатали. Правильно сделали. Так что? Да. А я только хотел печатать, ближу, уже Володя с верхнего этажа слазит. Вон он, вам видно его? Конечно, видно. Вот так. Если ребятишками будете разговаривать, еще одно скажите. Никто тут голубей не держит, кроме меня. У меня две голубятни. Я туда экскурсии с ребятишками делаю. Все это в интернете стоит. У нас большая статья появилась в газете, огромная, в губернской газете, прямо на развороте. У злого человека голуби не живут. Правильно? Да, интересно так. Я заказал сестре, она там у старообрядцев. Так она целый год искала, нигде не нашла. А потом, говорит, в Красноярске один голубей держит. Я говорю, так он, наверное, недавно пришел от этих новообрядцев, которые теперь мы, не каньяне. Ну да. Я говорю, ну и вот. Вот интересное качество какое. Гусей, свиней, куриц держит, голубей нигде никто, никогда. Голубь, оказывается, проверку дает. Злой человек или не злой? Полная проверка. На все сто. Да. Ну ладно. Хорошее утро сегодня. Давай, пару слов. Пару слов. Нет, не пару слов. Когда я в школе преподавала, то в 90-х годах к нам приезжали из Америки преподаватели, организовывали, как правильно преподавать Библию ученикам. А я официально была устроена в 90-х годах разрешили в школах преподавать. Я с первого по 11-й классу. Подбородок под землю. Ты склоняешься умышленно вниз. Вот так держись. Все хорошо. Я вижу хорошо. В 11-й классе я преподавала в школе. Они привезли сюда валиологию. Валиологию. Как развращать людей, детей. И все, каждому по компьютеру, каждый поехали в санаторий и прочее. Американцы тут хорошую, в кавычках, лепту внесли. Вот это я могу сказать. Целое поколение потерянное. В 2001-м году, в марте месяце, они переодели всю Россию, всех женщин омужищили. В брюки одели. Я за этим наблюдал как. Теперь, когда старое смотришь, еще в 2000-м году этого не было. В 2000-м как чума какая. А почему? Это грех, и поэтому он грех так легко завоевывает плотскую натуру. Только показали все. Да, Игнатий Тихонович, целое поколение потеряно. Да. Потеряно. На все сто. Американцы сюда еще принесли. Вот это вот. Они учили как же. И Хаббарда, прочее. Начали смотреть. Вот книжка. Как стать богатым. Кто-то стал богатым. Нет. Богатый тот, кто книжки издавал. Согласна. Все правильно. Ну что? Ну хорошо. Все. Одним словом прошу ваших молитв. Так, и попутаем еще. Чтобы наш контакт перешел. Маленький вопрос. В прошлом году, когда вы писали, вы были в отпуске вместе с сыном. Если он поедет, скажите, вам двери открыты в гости. А он знает это. Знает. Вот он сейчас у меня гостит. Он сейчас у меня гостит. Правда, нет его дома. Это мой старший, который летчик. Да, да. Больше у нас нет других мест, как только сюда ко мне приезжать. У меня все трое. Один в Алабама, другой в Калифорнии. Вот третий младший в Германии сейчас. У вас гражданство никак не дают. Причина какая? Что не дают пенсию? В Туне переводят. Дело за пенсией стоит или что? Вы о каком гражданстве? О своем, о вашем. Об американском? Нет. Вы в Россию-то, говорите, не можете до конца оформить. То что-то. Я получила от Путина письмо, где сказали, мы рассмотрели ваши документы, мы вам возвращаем ваше, российское, но только мы заберем американское. То есть они хотят, ни два гражданства не дают. А я каждому наказываю, которые приезжают с Украины, сохраните свое то гражданство. Вся ваша мафия, те, кто великий там Познеры, Гордона на телевизорах, Кончаловский, они все имеют по два, по три. И об этом спокойно говорят с экрана, хвастаются. Но это все были те самые времена смуты вашей, 90-е, когда все можно было. Вот. А вот сегодняшняя вот такая ситуация. Поэтому я говорю, мне это гражданство нужно только для того, чтобы получать мою пенсию, заработанную честным трудом. и все. Понятно. Вот тоже. У нас тут одна умерла, вот которая сейчас дробот. А она с Казахстана сюда приехала. И ребятишки все рождаются. Она жила здесь. И тут рядом со всем. И она сколько тут? Десятки лет, наверное, не могла никак. Кое-кое-кое. Как? Оформить. И дом построен, и дети учатся, и муж работает здесь, и она тут работает. Гражданство не дают. А оттуда, которые едут, все заполонили буквально. Это задача, как будто бы русскую землю передать другим. Ну, хорошо. Раз вы мне задали этот вопрос, я вам ответила. Вы теперь знаете мою ситуацию. Да. И я подключаюсь опять с просьбой ваших молитв. Все. С сегодняшнего дня я прямо себе записываю это. Ну, с Богом. Благодарю. С Богом. Храни Господь. Ждите новых новостей. Да. Заходите пощаще. Так.